А вы в курсе, что с начала этого года все отделы ЗАГС РФ начали активную передачу данных записей гражданского состояния в программу ЕГР ЗАГС. Здравствуйте, это программа «В курсе» и я Татьяна Говоркова. Здесь мы говорим на темы, которые так или иначе касаются интересов жителей Краснодарского края, в частности Сочи. И сегодня речь пойдет о работе отдела ЗАГС Лазаревского района города Сочи. Ну а все подробности нам расскажет его руководитель Анна Кашина. Анна Борисовна, здравствуйте. У большинства людей ЗАГС ассоциируется исключительно только с бракосочетанием. Но это всего лишь одна из частей вашей работы. Расскажите, чем еще занимается ЗАГС? Согласно федерального закона об актах гражданского состояния, который был принят в 1997 году, отделы ЗАГС России имеют три направления в своей работе. Первое – это мы производим государственную регистрацию актов гражданского состояния. Это основная и самая серьезная работа отдела ЗАГС. И этих видов актов гражданского состояния семь. Первое – это государственная регистрация рождения ребенка, государственная регистрация заключения брака, расторжение брака, усыновление удочерения, установление отцовства, перемена имени и печальный такой момент, как смерть. Второе направление в работе отдела ЗАГС связано с архивной работой. Мы формируем архив, мы его сохраняем, мы его приумножаем. И вся часть нашей работы направлена на работу с архивным фондом, на его сохранение. И третье очень важное направление в нашей работе – это проведение политики в области семейного права. В первую очередь это касается проведения торжественных церемоний бракосочетания, торжественных церемоний рождения деток и проведения юбилеев супружеской жизни. Это все три направления нам очень дорогие и приятные. И мы с удовольствием работаем в этом направлении. Губернатор крайний раз подчеркивал, что цифровизация должна зайти в любую отрасль, в каждую отрасль. Что касается отделов ЗАГС в Сочи, как у вас это переходит? Я хочу сказать о том, что на сегодняшний день реализована возможность гражданам обращаться в органы ЗАГС, применяя службу МФЦ и через портал государственных услуг. С МФЦ мы работаем не так тесно, как хотелось бы. Почему я объясню? Дело в том, что когда гражданину необходимо получить повторное свидетельство или справочку, он приходит к нам и получает это в течение 10-15 минут. Если же гражданин обращается в МФЦ, то здесь срок исполнения заявления гражданина составляет 16 дней. Поэтому не всем гражданам это удобно, и они предпочитают прийти к нам и получить услугу здесь и на месте. Второе такое направление, очень важное и нужное, я считаю, это портал государственных услуг. Он у нас работает, и мы плотно с ним работаем. Здесь реализована возможность граждан подавать заявление и записываться на прием. То есть человеку очень удобно дома спокойно подать заявление, прийти в назначенный день и время, получить услугу и спокойно уйти, получив документ. Хочу особо отметить, что эта услуга пользуется большой популярностью у молодоженов, потому что у нас очень много граждан, которые желают заключить брак в городе Сочи, а сами проживают в отдаленных городах нашей страны. И им очень удобно подать заявление в режиме онлайн, и получается, что они уже к нам приезжают только на регистрацию брака. В прошлом году, в 2019 году, через портал государственных услуг, в наш отдел ЗАГС было подано 110 заявлений. Это достаточно много. Обратиться вообще в любой отдел ЗАГСа можно вне зависимости от места прописки. Это правда? Здесь закон четко прописывает ситуации, когда это можно сделать. Если мы берем заключение брака, то можно вступить в брак в любом ЗАГСе Российской Федерации, независимо от прописки и местонахождения. Если же мы берем вопросы по другим видам актов гражданского состояния, то здесь законом четко прописывается место, где производится государственная регистрация. Если мы, допустим, берем расторжение брака, то это по месту заключения брака, либо по месту жительства супругов одного из супругов. Поэтому в каждом случае это сугубо индивидуально. Но заключать брак наши граждане могут в любом ЗАГСе Российской Федерации. Одна еще из ваших работ — это выдача свидетельства о рождении. Я думаю, что здесь как раз вписываются имена новорожденных. И расскажите, какие-то есть интересные имена, которые в последнее время стали давать родители или все-таки пользуются старинными именами больше, или сейчас современными, какими-то новыми? Вы знаете, очень интересная ситуация у нас в районе. Когда я подписываю документы, я обращаю внимание, как родители называют своих деток. И я обратила внимание, что девочек называют старинными русскими именами. Ульяна, Варвара, Стефания, Акулина. Я бы даже сказала, древнерусские какие-то имена. А если мы смотрим на имена мальчиков, которые присваиваются, здесь удивительно, но они преобладают европейские имена. Гарри, Рудольф, Освальд, да, то есть такие вот интересные имена. Соломон, то есть это, они редкие имена, но они встречаются. У нас очень много Артемов, Александров, Николаев, Илья, Егор. То есть это такие популярные распространенные имена, но встречаются очень такие редкие, интересные европейские имена. Вот интересно, на церемонии бракосочетания еще пользуются популярностью так называемые красивые даты. У нас вроде в этом году тоже была хорошая дата, да, 20-е, 02-е, 2020-е. Да, я с вами согласна. Вы знаете, каждый год эти красивые даты всегда присутствуют. И есть пары, которые принципиально хотят зарегистрировать брак именно в такой день. Мы абсолютно всем идем навстречу. И неважно, четверг это, вторник ли, какой другой день недели. Самое главное, я считаю, чтобы пары жили вместе в любви и согласии. Чтобы им эта дата памятная помогала в их семейной жизни. А какое количество вообще врачующихся у вас здесь в отделении ЗАГС оформляется вот этих актов гражданских? Ну, я хочу немножко так вот рассказать такой момент. Дело в том, что наш район очень протяженный по своей, по километрам, да. Но у нас в районе есть два ЗАГСа. И те цифры, которые я буду называть, они касаются только нашего отдела ЗАГСа. У нас еще есть отдел ЗАГС в поселке Дагомыс. И когда происходит подсчет актовых записей, то, как правило, мы смотрим, прибавляя цифры двух ЗАГСов, смотрим как бы на общую цифру. Но по нашему отделу ЗАГС, я хочу сказать, в прошлом году было зарегистрировано 473 брака. Для районного отдела ЗАГС, я считаю, это очень хорошая цифра. Мы как бы рады этой цифре. А вот тенденция по расторжению браков, вот она на спатуху идет или все-таки на увеличение? Вы знаете, как бы где-то примерно 50%, если смотреть от общего количества зарегистрированных браков. Но это общероссийская тенденция, и как бы здесь я ничего страшного не вижу. Это жизнь. Поэтому все бывает. Расскажите об истории вашего отдела ЗАГСа Лазаревского района. Вот очень интересно, говорят, есть история. Вы знаете, я пришла работать в отдел ЗАГС Лазаревского района города Сочи в 1994 году. И придя на новое место работы, мне, безусловно, было интересно узнать историю этого отдела ЗАГСа, где он располагался, допустим. И я узнала, что отдел ЗАГС именно в этом здании расположился с ноября 1989 года. Изначально отдел ЗАГС ранее располагался на первом этаже пятиэтажного дома на улице Победы. И администрации района в то время было принято решение все-таки предоставить это помещение отделу ЗАГС Лазаревского района. Но предполагалось изначально это здание строилось для того, чтобы здесь располагался ресторан. Двухэтажный большой планировался ресторан. Но, тем не менее, в то время глава муниципалитета принял решение, чтобы все-таки здесь располагался отдел ЗАГС. Был сделан шикарный ремонт. Приезжали сюда стилисты из Ростова на Дону. То есть долгое время работали над интерьером. Была проведена огромная колоссальная работа. И вот с 1989 года отдел ЗАГС располагается в этом здании. И в 2019 году зданию исполнилось этому 30 лет. То есть с тех времен ремонт еще не производился? Ой, вы знаете, у нас ремонт производился несколько раз, очень много раз. И основной у нас ремонт был в 2004-2006 году. Последний ремонт проводился в ноябре-декабре 2014 года. Так что я не считаю, что нам необходим срочно какой-то ремонт. Я считаю, что мы в прекрасных условиях находимся. Но я думаю, что со временем текущий какой-то ремонт необходимо будет сделать. И я думаю, здесь нам помощь окажет, безусловно, наше управление ЗАГС Краснодарского края, к которому мы относимся. Отдел ЗАГС Лазаревского района является структурным подразделением управления ЗАГС Краснодарского края. И поэтому мы очень тесно взаимодействуем и работаем. И надеемся в будущем на помощь. Давайте поговорим о семейных ценностях. Есть еще такие традиции, я не знаю, может быть, называть семейные, когда люди проживают вместе довольно-таки много летом и празднуют потом юбилей. Вот там прожили 50 лет обычно, да, такие вот круглые даты. Вот как у вас это все происходит? Довольно ли часто, пользуется ли вообще вот эта вот церемония такая популярностью? Вы знаете, пары, которые отмечают юбилей супружеской жизни, я считаю их золотым фондом нашего Лазаревского района. Их много. Они разные. То есть есть 50 лет совместной жизни, 55, 60, 65. Даже на моей памяти было 70 лет совместной жизни. Вот, поэтому я хочу сказать, что мы с большой теплотой и вниманием относимся к этим парам. И знаете, всегда очень приятно с ними общаться, видеть их глаза, разговаривать о таких вещах, о которых они уже даже немножко подзабыли. На момент, допустим, такой трогательный, как произошло знакомство пары. Ведь это всегда интересно, да? Ведь когда люди встречают друг друга, это в определенном смысле, это судьба. И это тайна определенная, да? Вот тайна встречи двух человек. Поэтому, когда мы общаемся и работаем с юбилеарами супружеской жизни, очень приятно узнавать от них интересные какие-то факты. факты, факт знакомства, как было сделано предложение руки и сердца, почему мужчина выбирает именно эту женщину, допустим, находясь на танцплощадке. Такие вот моменты. Поэтому видеть их глаза, общаться с ними – это одно удовольствие. И у нас в районе проводится от 10 до 15, мы чествуем от 10 до 15 пар юбилеев супружеской жизни в год. И это не важно, когда у них была регистрация брака и в каких условиях она была, мы всегда им стараемся создать у нас праздник. То есть мы их немножко возвращаем во времени назад и хотим, чтобы в зале они прочувствовали вот это вот… еще раз вернулись назад и почувствовали себя молодыми, так вот скажем, да? Такие искры в глазах. Поэтому мы им бесконечно рады. Это особая работа. И у нас все сотрудники отдела ЗАГС проводят юбилей супружеской жизни, принимают в этом участие. И я хочу сказать, что каждой паре пишется отдельный сценарий. То есть мы работаем индивидуально, мы узнаем автобиографию семьи. И исходя из автобиографии, мы строим с ними, как бы пишется сценарий, мы с ними общаемся и делаем им праздник. Это всегда очень трогательно. Очень интересно. Но с начала этого года все отделы ЗАГС города Сочи начали активную передачу данных в ЕГЭР, в систему. Расскажите поподробнее об этом, для чего все это делается. Ну, во-первых, я хочу сказать, что с 1 октября 2018 года заработала правительственная программа Единый государственный реестр ЗАГС, куда стекается вся информация из всех отделов ЗАГС Российской Федерации. В том числе в этом активную работу ведет и наш ЗАГС, и все ЗАГСы вообще Краснодарского края. Задача основная какая? Перевести весь бумажный архив в цифру и все это передать в ЕГЭР. Для удобства граждан, в первую очередь, это однозначно, потому что граждане, находясь, допустим, в другом городе, а родились они, допустим, у нас, они могут обратиться в отдел ЗАГС по месту своего нахождения, и этот отдел ЗАГС сможет им выдать документ, не обращаясь в тот ЗАГС, где хранится запись акта гражданского состояния. Плюсов очень много, это очень такая напряженная, кропотливая работа, и идет она практически круглосуточно, потому что даже вечером, когда закончен прием граждан, то есть мы работаем с этим постоянно. Архивы все большие достаточно, объемные. Вот в нашем, допустим, отделе ЗАГС у нас 928 книг, а каждая книга содержит минимум 250 актов гражданского состояния. Если такое количество умножить, то получается очень приличная сумма. Перевод происходит разными способами. Есть актовые записи, которые уже готовы к переводу из одной программы в другую в электронном виде, а есть часть архива, которую необходимо сканировать и передавать несколько другим способам, тоже техническим, но только немножко другим. Очень серьезная работа. А еще какая работа у вас еще такая самая кропотливая и тяжелая? Ну, я бы не сказала, что тяжелая, но кропотливая, да. У нас есть такой раздел, как истребование документов с территории иностранных государств. Она, эта услуга очень востребована. Почему? Потому что постоянно у нас идут миграционные процессы, и к нам очень много приезжает граждан из других республик, бывших союзных республик. И очень часто, находясь на территории России, документы теряют, либо каким-либо способом их утрачивают. И возникает необходимость в получении этого документа. Вот здесь, согласно международного договора, мы работаем в этом направлении, мы помогаем, составляем запросы в иностранные государства и истребуем необходимые документы для граждан. Знаешь, что еще одна из ваших работ, это, ну, точнее, скажем так, одна из услуг, которые вы предоставляете населению, это возможность смены имени и фамилии. Иногда бывает даже отчество. Вот что касается Сочи. Вот насколько это здесь актуально? Вы знаете, это очень интересный такой раздел нашей работы. Во-первых, законодательство дает возможность гражданам поменять, взять, да, любую фамилию, имя и отчество на его выбор. То есть мы не прослеживаем родственные связи. То есть человек захотел, пожалуйста. Предоставляется определенный пакет документов, срок исполнения в течение месяца. И человек получает уже документы перемене, идет, меняет паспорт и становится человеком с другой фамилией, именем и отчеством. Эта услуга, сказать, чтобы она у нас в районе сильно востребована, я не скажу. Но идет из года в год, как бы определенная такая, потихоньку идет рост. То есть там 45, 47, 50, 52. Что чаще всего меняется? Фамилию или имя? Вы знаете, женщины, как правило, чаще меняют фамилию. А мужчины, как правило, меняют фамилии и отчество. Почему-то, не знаю. Но это тоже работа очень индивидуальная, потому что бывают необычные какие-то, просят на какую-то необычную фамилию. И ты даже, как бы общаясь с человеком, ты пытаешься, как бы, понять… А что же он хочет? Причину, да? Да, причину, что же он хочет. То есть это индивидуальная работа с каждым. А на вашем опыте интересно было такое, что человек пришел, изменил там фамилию или имя, а спустя какое-то время приходит и говорит, нет, мне теперь вот обратно или теперь еще другую. Вы знаете, очень часто. А почему? Вы же наверняка задаете вопросы, для чего вам это нужно? Вы знаете, здесь у людей абсолютно разные причины для этого. Кто-то захотел стать человеком с другой фамилией, именем отчества, а потом он, живя с этими данными, он понимает, что на родовой-то фамилии, имени и отчества было лучше. И он возвращается, приходит и говорит, вы знаете, я хочу вернуться на родовую фамилию. Такие моменты бывают. Бывает, кто-то берет постороннюю фамилию, а потом, общаясь с родственниками, приходит и говорит, а я хочу взять фамилию бабушки. То есть у всех абсолютно индивидуально, у всех все по-разному. А сколько занимает вообще эта процедура по времени и какие документы нужно приносить? Ну, основное, это документы удостоверяющие личность, свидетельство о рождении. Если гражданин состоял в браке, то состоит в браке свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении несовершеннолетних детей, оплачивается государственная пошлина, принимается дело по перемене, и дальше начинается внутренняя работа органов ЗАГС, потому что документы, которые предоставляет гражданин, они являются основанием. А дальнейшая работа, она уже ведется между ЗАГСами. Мы делаем запросы необходимые на копии актовых записей из других отделов ЗАГС. И вот, кстати, программа ЕГЭР, ЗАГС нам в этом очень сильно помогает, она ускоряет, сокращает время исполнения дела. Поэтому вот это идет уже внутренняя работа в органе ЗАГС. А вот интересно, размер госпошлины на те или иные виды услуг, они как-то выросли или остались прежними? Вы знаете, все осталось на прежнем уровне на сегодняшний день. Перемена у нас стоит 1600 рублей. Государственная пошлина за заключение брака – 350 рублей. Установление отцовства тоже – 350 рублей. Выдача повторного документа – 350 рублей. Выдача справки – 200 рублей. То есть суммы доступны для людей, и часто госпошлина не поднимается. Расскажите, вот много у вас очень работы. Какое количество у вас сотрудников в отделе ЗАГСа? И проводятся ли какие-то, не знаю, обучающие семинары для сотрудников? Вот кто это все проводит? Согласно штатного расписания управления ЗАГС Краснодарского края, у нас в отделе, у нас работает три сотрудника, начальник. И у меня, у нас два главных специалиста-эксперта отдела ЗАГС. Это абсолютно равные должности. Девочки имеют высшее образование, коллеги имеют мое высшее образование, юридическое. На нашей работе возможно и другое образование, но мы все-таки больше склоняемся к юридическому образованию. Учебы у нас проводятся постоянно. На базе управления ЗАГС Краснодарского края проводятся конкурсы на лучшее проведение торжественной регистрации заключения брака, торжественной регистрации рождения деток, проведение юбилеев супружеской жизни. У нас одно время в отделах ЗАГС были семейно-консультационные советы. И очень интересный был конкурс, такой интересный был среди сотрудников отделов ЗАГС, именно коллег молодых, как бы они провели вот этот семейно-консультационный совет. То есть каждый из них разрабатывал свой сценарий, как бы выступал, и это было очень интересно. А сотрудники вашего отдела какие-нибудь, не знаю, грамоты получали от края? Безусловно. У нас Быба Галина Алексеевна, главный специалист-эксперт, заняла третье место, имеет грамоту у нее, висит в кабинете. То есть, да, конечно. А можно было подробнее о взаимодействии с краевым органом ЗАГС? С управлением ЗАГС Краснодарского края? Ну, я хочу сказать, что ведется очень серьезная и кропотливая работа. У нас полное взаимопонимание. Мы всегда на местах ощущаем поддержку, помощь правового отдела нашего управления, непосредственно руководителя управления ЗАГС Людмила Александровна Чумак. Вот по всем вопросам, какие у нас возникают, мы имеем возможность всегда обратиться, получить помощь. И для нас это очень ценно и важно на местах. Давайте вот элементарный вопрос. Кого чаще регистрируете из новорожденных, мальчиков или девочек все-таки? Вот с этого года, может быть, какой-то бум был. Я хочу сказать, что я, готовясь к этому интервью, просмотрела последние три года. Мне самой тоже было интересно. Значит, у нас четкая тенденция мальчиков больше девочек. И нас это очень радует. Неужели? В 2019 году у нас на 73 человечка, вот, мальчиков было больше, чем зарегистрировано девочек. И так и должно быть в природе. Так устроено. Здорово. Хорошо. То есть получается, что... А, вообще в прошлом году, ну, сейчас мы еще итоги не можем этого года подводить, за прошлый год рождаемость увеличилась же все-таки по сравнению со смертностью? Ну, рождение стало немножко побольше, да. Но у нас в прошлом году серьезная тенденция наметилась к снижению смертности, что нас очень не может не радовать. Вот, потому что цифры – это вещь упрямая. И, как бы, просмотрев это все, я вижу, что, как бы, смертей в нашем районе меньше, чем в 2018 году. Хорошая экология в Краснодарском крае. И не только. И не только. И уровень жизни. Да, и уровень жизни. Спасибо большое, Анна Борисовна, за такую интересную беседу. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет наш регион. Всего вам доброго.